Вы говорили про Путина, и они то ли боятся, то ли стесняются сказать, что он больной. С моей точки зрения, я психолог, у меня академическое образование, я утверждаю, что он психопат, что этот человек крайне больной. Не может быть здоровой психика того человека, который всю жизнь живет в конспирации, во лжи, в манипуляциях, в мошенничествах, который отдает приказы убивать, который отдает приказы топить лодки, который отдает приказы развязывать войну, которого ненавидят сотни и тысячи людей по всему миру. Не может такой человек быть психически здоровым. Когда он приехал в Америку после Курска, лодка, которая потонула, он приехал к этому вашему коллеге, давал интервью, как его, Ларри Кинг, червяк этот. Да, и один из первых вопросов, который Кинг ему задал, спросил, что произошло с лодкой? И Путин с улыбкой Джаконго ответил, она утонула. И вот в этом его ответе и вся его суть. Это не она утонула. В его руках была возможность спасти людей, которые были в лодке. Это он ее потопил. Путин, когда он умрет, я думаю, лет через 10-20 вскроется вся подноготная его биография и все те ужасы, которые сейчас пока что еще скрыты. И вот лишь тогда мы ужаснемся всему тому кошмару и всей той прожженной больной психике и вот всего его характеру. Это очень больной человек и очень страшный. При этом гениально хитрый. Стоит отдать должное, что его хитрость, его стратегичность, она граничит с гениальностью. И мало кому из нас, мало кто из нас может дотянуться до такого уровня вот этой вот гениальности его и коварства. Рождение и появление такого злого гения – это необходимость. Это необходимость для того, чтобы общество заболело, чтобы появился гной, который потом прорвется, и тут болезнь идет. Вот эти злые гении, они очищают общество. Понятно, что это происходит всегда очень болезненно, очень тяжело, но после того, как Путин уйдет, вся вот эта зараза, эта гниль пройдет, мы станем чище. Мы станем зрели, более зрелыми, более цивилизованными в конце концов.